Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Снова развел огонь? В этом видео покажу вам свой торговый аккаунт. Доджкоин помпанул на 10%, отлично. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. На балансе у меня 729 тысяч долларов. Доджкоин я вчера взял. Плюс 10%. MCRT на 92 тысячи у меня. Я ранний инвестор в этом проекте. Проводите свои исследования и так далее. Расставил заявки. Доджкоин, ворлд и июня, по 560. Теперь давайте перейдем к теханализу. Что можно взять? Где там привлекательные цены? Тесла я покупал по 141. Гугл, бьютифул. Давайте посмотрим биткоин сначала. Хорошее время покупать биткоин было, когда он стоил 16 тысяч. Мы покупали по 16. Внизу там. Покупали там внизу. Шик. А сейчас хорошее время покупать биткоин. Ну, вряд ли. Хорошее время было покупать по 16. Но на графике бычий флаг. Но, я бы сказал, что не лучшее время покупать биткоин. Восходящий клин работает. Вот он, восходящий клин. Внутри давление, давление, вниз выходим. И идем на 62. Стохастик в перепроданности. Но, смотрите, вышел вниз из восходящего клина. Ровно как я и предсказывал там. Я продал где-то здесь примерно. А купил... Да, сейчас покажу вообще. Что там? На бабит давайте перейдем. И, смотрите, доджкоин. Я красава. На споте взял. Бум. Тут купил. И додж пампит. Сейчас покажу биткоин. Мои трейды. Вот они. Где я продал биткоин, где купил. Смотрите, здесь купил по 67. Продал по 71. А теперь биткоин 68. А до этого, смотрите, тоже. Купил по 60. Купил. Продал по 68. И раньше еще тоже. Купил по 52. И продал по 62 тысячи. Так что, вот мои трейды такие. Активных позиций у меня пока что нет на биткоине. Но поставил заявку на 20 биткоинов по 62 тысячи. Додж, ворлда, юни, ворлдкоин, вау. Хотел так купить как раз. Ну, давайте посмотрим. Но, с тех пор, как я не куп... Ну, короче, мои. Когда я продал... Давайте проверим. Вот мои покупки и продажи на ворлдкоине. Покупал по 1.70 и продал по 2 доллара. И теперь ворлдкоин опустился на 1.50. Ворлдкоин. Основатель OpenAI. Основатель ChGPT. Поэтому мне нравится. Опускается на уровень поддержки. И я пробил этот канал, видите? Вот что я думаю будет происходить на самом деле. Со многими. Думаю, легко может опуститься на 1.35. Вот почему я поставил там заявку. По 1.50 и 1.35. Каждая заявка по 50 тысяч долларов. Тоже близко подошел к цене активации. В какой-то момент поднимался на 12 долларов. Если помните. Доджкоин растет. Ворлдкоин тоже. Что еще? Эфириум. Давайте эфириум откроем. Восходящий клин. А, извините. Симметричный треугольник. Вниз из него выходим. Основная трендовая линия, это вот эта желтая, тянется еще с 22 года. И вот мы этот симметричный треугольник пробиваем вниз. Тут я давал торговую идею на эфире, но ее закрыло по 100+. Вот она, эта торговая идея, и закрылась. Где теперь можно было бы зайти? Я думаю, от желтой трендовой линии. Что там встряхнет рынок по-любому. Выборы. Это симметричный треугольник. Дональд Трамп выигрывает, и мы вверх из него выходим. И идем на 3200. Либо не выигрывает Дональд, с Иваном Маском проиграют, и тогда вниз идем. Все это зависит от выборов. От выборов зависит. Можем опуститься на 1800. Но не думаю, что ниже. 1800 это легко. Помните, в прошлом году мы покупали эфириум по 700 долларов, а теперь эфириум 2400. Все такие, ааа, будет миллион долларов, бла-бла-бла. Да, не слушайте их. Покупать нужно дешево, продавать дорого. Но все это зависит от выборов. 3200, если побеждает Трамп на выборах. 1800, если Харрис и... В общем, если Харрис. Это на основе теханализа. Стохастик в перепроданности, и объемы начинают расти. Похоже, что Трамп выиграет. Если это произойдет, 3200 тогда. Возможно, я уже расставил додж. Если Трамп выигрывает, то додж вырастет. Да он уже растет. 10%. Я в основном в кэше. Тем не менее, у меня там на 150 тысяч набрал альткоинов, но даже с этими 150 тысяч я заработал 3,5 тысячи долларов. Вчера. Или когда? Да, вчера. 3500. Ворлда хорошо, но лучше подожду, пока опустится. Доллар 50 или доллар 35? Уже подошел к доллару 50? Почти уже. Ну вот-вот. На 56 опускался ночью. У меня такое чувство, что оставаться нужно в кэше. И смотреть. Давайте теперь почитаем комментарии. Почему ты думаешь, что если он выиграет, то все будет хорошо? Потому что Илон Маск топит за крипту. Когда биткоин обновил хай в этом году, кто был президентом? Нет, это не поэтому. Они против крипты. Крипторегуляция, она ужасная в Америке. Криптокомпании не хотят работать в Америке. Единственная причина, по которой биткоин показал максимум, это потому что они печатают деньги. За прошлый месяц они напечатали 400 или 80 миллиардов почти. Вы понимаете, что они делают вообще? Понимаете? Вот почему все выросло. Хороший теханализ у тебя, но иногда нихера не слышно. У тебя там что-то с микрофоном. Илон выиграет. Я думаю, что очень важно, чтобы Трамп выиграл. Я знаю, что многие против него, но для крипты важно. Вы можете представить, когда Илон Маск, он это просто... Но представьте, представьте, как... Как если Илон Маск заходит... Спасибо Джеймсу, я благодаря ему стал миллионером. Я был одним из его первых подписчиков. Поздравляю. Хорошая работа. Продолжи... Отлично. Тогда же скрин сделаю. Поздравляю, дружище. Все поздравьте этого человека. Поздравляю. Давайте я даже напишу это. Я хочу, чтобы вы все стали финансово независимы и богатые. Это он вообще не один такой миллионер. Сейчас я вам покажу еще. Я уже много раз показывал, но покажу еще раз, где это. И вот, смотрите, другие трейдеры сколько наторговали. И вы тоже можете так торговать. Присоединяйтесь к Телеграмму. К Телеграмму присоединяйтесь и торгуйте, и зарабатывайте. Вот он, Телеграм, 146 трейдеров онлайн, и автоматически переводит все. Додж, огонь. Вчера я купил на 75 тысяч доджкоина. Но опять же, все зависит от Илон Маск. Выиграет, не выиграет, что будет на выборах. Молитесь за Илона и Дональда. Они всем принесут свободу и потрясающий. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И увидимся завтра.